Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И да, нас снова ждет и расхламление, и декор, и уборка. И на этот раз мы с вами займемся залом или же гостиной в нашем доме. Ну, в общем, вот в том месте, в котором мы сейчас находимся. И это то место, которое вы очень часто видите, потому что это является также еще и фоном для большей части наших роликов. У нас будет с вами сегодня несколько задач, и это видео будет подразделено на несколько, так скажем, частей. Во-первых, мы тут немножечко хотим произвести ремонт. Ну, это грубо сказано, да, очень, так скажем, емко. В общем, что-то где-то залатать, что-то где-то заменить. Также я очень хочу поменять декор в этой комнате, потому что все же постеры мне уже надоели. Они у нас висят здесь два года. Да, они классные, они эстетика, они даже минималистичные, чего в нашем доме очень мало, минимализма. Но все нужно как бы обновлять, и вот, наконец-таки, руки мои добрались до них. Также мы, наконец-таки, сегодня повесим шторы, и именно с этого мы и начнем, но чуть попозже. Более того, в этой комнате есть еще всякие ящички. Это вот такие ящички, комод. Все это, конечно, уже обросло пылю. Произведем небольшую уборку. Я очень хочу разобрать ящики в комоде, потому что они в ужасном состоянии. Сейчас вам покажу. Открываем рандомный ящик, и видим это скопление различных вещей, которые как бы не должны здесь лежать. И это любой открой ящик, везде будет именно так. Кайли Дженнер, кстати, мне ее надо протестировать и показать вам в телеграм-канале. Здесь у меня должны были быть только свечи и все, что с ними связано в итоге. У нас тут даже автодиффузоры. Лайк. Так что приберемся в каждом ящике. Ну, хорошо, что их здесь немного в этой комнате. И, собственно говоря, поменяем декор. Хочу сделать более, так скажем, стильно, более так, подпинтерстовский. Но начнем мы с вами со штор. Потому что сегодня, наконец-таки, мы заменим гардину, за которой мы ездили вчера в Леруа Мерлен. Надеюсь, в это видео посмотрели. Постираю шторы и повесим не просто чуль, ну, которую я называю шторами, но и повесим именно шторы, которые мы купили с вами еще в ноябре месяце. Как давно уже это было. Так что давайте начинать. Начнем именно с этого окна. Буду снимать шторы, буду их стирать. Потом мы их отдадим на подшив, отдадим шторы на подшив. И поменяем вот это вот все. Let's go. Включаем чиловую музыку и смотрим, как чилят мопсики. Пока на расслабоне на чиле. Самое-то главное. Как говорится, у нас будет рефреш данной комнаты. Вот это вот модное словечко. Сделаем клининг, сделаем рефрешинг и вообще сделаем хорошо и красиво, да? Теперь точно давайте начинайте. Я принесла лестницу, чтобы снять шторы. И да, я хотела еще сказать вам о том, что я не только здесь буду шторы заменять, но еще и на окне, которое вот в кухонной зоне. Потому что там тоже куплены шторы и там нужно сделать красиво. Ну, хоть это и не знал, но все равно сделаем это все в одном ролике. Да? Да. Итак, ребят, мы сняли шторы с обоих окон и сейчас Денис решил, что хочет снять тонировку. Кто помнит, прошлой осенью я тонировала окна и из-за этого у нас дома сейчас очень темно. То есть, видите, как будто темновато, но по факту там светло. И вот Денис решил снимать. Ну-ка я хочу. Я одевала первое. Кстати, да, мы что-то будем жалюзи менять. Оп. О, вот это вот офигово. Ура! Свет в конце тоннеля. Она пахнет как свеженькая. Вызывайте. По клеевому тонировку будет держаться очень хорошо, ровно, идеально. Но будет стоить очень дорого. Да. Что я мастер своего дела. Нефтяковые втолки вообще хорошие. Отдай шторы. Отдай шторы. Окей, лет's go. Ребята, что-то мне как-то очень очково. Так громко все было. Это очковое вето. Как вы шлифово. Божечки. Как же я радовалась осенью, когда я все поклеила. И как я радуюсь сейчас, когда мы это все сняли. Потому что реально дом стал светлым. Было нереально темно. Все время было, знаете, как в каком-то бункере настолько темно. И я чувствовала себя каким-то коротом. Итак, ребят, мы все-таки выбрали вот такие вот карнизы, которые вы выбрали в Телеграме. Кто не подписан на Телеграм, подписываемся. У меня подписчики выбирали карнизы. Это были круглые вот эти шляпки. И вот такие, которые в итоге выбрали мы. Они идеального золотого цвета. Подходят к вот этим рамкам. Подходят вон к тому карнизу. Короче, прям как надо. Сейчас к нам тут приехал помощник, чтобы повесить эти карнизы. Ну, чтобы все было ровненько, идеальненько. Так что на счет три. Раз, два, три будут новые карнизы. Оп. И все готово, ребята. Они висят. Они на месте. Замечательные кронштейны. И на этом окне, и на этом окне. Пока все это делалось, я начала потихоньку отмывать окна. Здесь их реально нужно не просто помыть, а отмывать. Потому что на некоторых окнах остались следы от пленки. Особенно вот на этом. Здесь скомкался вот так вот клей, который был на этой пленке. И было все полосками. Пришлось фигачить удалителем клейкой ленты. Тереть губкой. И вот в некоторых местах все еще эти полоски остались. Вот здесь, вот здесь. Сейчас я еще раз все протру. И буду уже дотирать средством для мытья окон. Ну, поехали. Погнали. Опа, опа. Ну, мы едем. Это идеально вымытое окно. Прошу запомнить его таким. Это шикарно. Ура, наконец-таки. Здесь ни разводов, никаких грязей, вообще ничего. Видно мир. Видно зеленую траву, небо, птички, пыль. Там, кстати, бабочки даже пролетали. Балдежный балдеж. Ну, а кто хочет за мной следить, так сказать, в онлайн режиме, подписываемся на динаментный канал. Тут сразу видно. Весело. Уборка проходит. Да? Да. Теперь мы с вами переходим к разбору вот этой зоны. Я хочу здесь и пыль протереть, и, наверное, сразу начать разбирать комод. Но прежде уберем все лишнее с поверхности комода и будем плыть по течению. Вот. Погнали. Ребята, это жесть. Комод превзошел все мои ожидания. В нем было слишком много барахла. Но хочу сказать, что вроде бы все идет отлично. И вроде бы... Вроде бы, подчеркиваю. Я его разобрала. Первый ящик. Это мой ящик. Тут всякое разное барахло, которое еще нужно разобрать. Далее. Батарейки. Тут различные прибамбасики для дома. Знаете, что-то где-то прикрепить, подцепить. Какие-то вот именно вешалочки. И там различные батарейки, которые используются редко. По типу большие, кронные, либо наоборот супермаленькие. А тут все гирлянды. Next. Ну, тут как было, дело для свечей так и осталось. Видите, свечей у меня немного. Лишних еще сохраняю такие пустые. Ну, начала сохранять пустые упаковки. Потому что хочу потом взять старые свечи, переварить их. Или купить вообще новые, знаете, фитильки и базу для свечей. И сварить свечи. Ну, вот такая вот у меня есть мысль в голове. Поэтому пока вот эти оставляю штучки. Далее, тут все, что связано с техникой, там, с фотоаппаратами, какие-то пульты. Вот тут, вот такое вот. Здесь всякие штуки для проведения праздников, днерождения и т.д. Там свечи, колпаки, шарики также. Ну, такой, знаете, отдел всякой барахляндии. Далее. Тут спорт у меня. А здесь, опять-таки, барахло, которое никуда больше не вошло. Но которое, ну, мне надо. Я вот этот хочу пистолет перекрасить. Суприм. Он, кстати, красный, а розовый. Он стреляет, типа, деньгами. Сделать его прикольной расцветкой. Ну, это потом. Вот был бы красный, был бы супер. Но он розовый. И розовый не очень смотрится. А здесь у меня все, что связано с ароматами для дома и машины. Здесь игры. Тут тоже игры. Все кое-как открывается и закрывается. Но главное, что все уместила в два ящика. Здесь Новый год, который нужно отнести в хозблок. Представляете? Новый год. А тут вещи, которые мне нужно поднять наверху. Допустим, наклейки. Носки. Какие так канцелярские предметы. Ну, больше тут, конечно, бьюти всякие. Блески, помады. Все это надо разобрать именно в комнате с косметикой. Ну, и тут полный трэш. Рассказываю, что здесь произошло. Мы хотели поменять плинтус вот здесь. Потому что он был весь раздолбанный. И мы его купили вчера в Леруа Мерлен. И он по цвету подходит, а по размеру нет. Представляете? Поэтому сейчас Денис заказал плинтус на Леруа Мерлен. И его там оформят этот заказ. Потом мы закажем курьера. И я надеюсь, у нас получится установить. Он будет не идеального цвета, но хотя бы подходящего размера. Ну, и раз мы разобрали диван, будем сейчас его пылесосить. У меня здесь грязно. Ну, а что это рубрика? Блогеры тоже люди. У блогеров тоже есть шерсть. И тоже есть крошки. Да. Последний раз я здесь пылесосила, наверное, перед Новым Годом. Или даже осенью. Ну, в общем, это давно было, поэтому нужно прибраться. И уже огромный пакет мусора собирается. Представляете? Да, ребята, это уже второй день. Солнышко светит, птички поют, и диван высох. Посмотрите, какой он идеально чистый стал. Спасибо Денису за то, что он его вчера помог мне почистить. Вернее, он его и чистил. Так что ставим лайк Денису за трудолюбие. И теперь он пахнет не собаками, а свежестью. Боже, это шикарно. Видно, конечно, небольшие разводы от того, что оно все шоркалось. Но, поверьте, оно того стоит. Потому что потом вот так делаешь, и разводов уже нет. Ни единого пятнышка. Ни единой даже, наверное, пылинки здесь не осталось. Но шерсть уже по-любому лежит. А все потому, что вот, кто-то тут очень махровый. Короче говоря, диван готов. Далее, что мы будем с вами делать? Нам, наконец-таки, приехали нужного размера вот эти штуки. Которые называются плинтуса. Мы их заказали из Леруашки. Их сегодня привезли, наконец-таки. Так что Денис сейчас займется установкой плинтусов. Мне уже подшили шторы. Тоже этому очень рада. Я их сейчас перестирываю шторы. Потому что они у меня не стирались ни разу после покупки. Потом я их отпарю вместе с вами. И мы их, наконец-таки, повесим. Ну, а по факту все еще выглядит очень плохо и раздолбанно. Но ничего, мы сегодня все должны доделать. И эта комната должна превратиться в уютный уголок дома. Ребята, это идеально. Мы повесили шторы на первое окно. И посмотрите, какой блэкаут. Ну, ладно, не совсем блэкаут, но, тем не менее, шторы затемняют хорошо. И можно даже днем сделать такую немножко уютную, атмосферную картинку на видео. Потому что зал, повторюсь, у нас это фон для множества роликов. Не для всех, конечно, но для многих. Очень нравится, как смотрятся шторы. Они еще так приятно пахнут, потому что только-только и стирки такой прям свежестью. Не стекоз. А там, смотрите, как солнечно и как грязно на подоконнике. А смотрите, что оператор сделал. Плинтус установил. Цвет, конечно, похож на жирафа. Но другого не было. Так что на том спасибо. Лучше с некрасивым плинтусом, чем, в принципе, без него. Хоть стало более как-то гармонично тут все смотреться. Теперь нам нужно поставить диван на место. Также нужно распределить... Хотела сказать, распределить тут всякие неоновые вывески. И поняла, что нам сейчас нужно установить светодиодную ленту по всему периметру. Мы купили светодиодку. Помните, я вам показывала в распаковке сезона. И вот та, которая длинная, 30 метров, она как раз-таки в зал. Самое главное не забивать все обезжиривать. Потому что когда мы клеили светодиодку в спальне, я этот момент не учла. И у меня в одном углу уже она отклеивается. Но, надеюсь, мы ее подклеим, она там тоже будет хорошо держаться. В ванной светодиодка держится. Муа, изумительно. Что, будем клеить? Это трэш. Ну, да. Сейчас будем клеить, пока тут диван отодвинут как раз. Так что, let's go. Пэ-пэ. Вкусно я... Мм, мм, мм. Рекомендую. Кто не смотрел распаковку, показываю ленту. Вот так выглядит. Я уже какой-то амбассадор этих лент. И в наборе идет две ленты по 15 метров. Это, конечно, было для меня шоком. Но ничего. Сейчас будем устанавливать. Может быть, даже будет Денис один устанавливать, потому что мне нужно шторы погладить вот сюда. И я еще хочу тут окно помыть. Короче, дело просто не в проворот, если Денис согласится с Амбассадом и Глентом. Я вообще не буду устанавливать ленту. Почему? Я просто не хочу. А если хорошо попросить? Нет. Уволен. Ребята, это трэш. Представляете, вот эта вся грязь была в диване. Мы сейчас решили все разобрать, вылить в воду. И я удивлена, правда. Она очень грязная, как будто тут какая-то глиномеска произошла. Это все было в диване. Жуть. Осадки. Ой, фу. Сейчас у нас с вами будет первый в жизни DIY с пленкой. Надеюсь, все получится. Что мы имеем? Имеем мы вот такую замечательную тумбочку из Икеи. У которой, к сожалению, уже столешница выглядит плохо. Тут разводы, потому что стояли раньше на ней цветы. Соответственно, они уже не оттираются. Надо что-то делать. Соответственно, берем такую пленку в стиле зебры. А без жирины. Открываем пленку. Фига, она тонкая. Ужас. Отвратительного качества пленка. Вот столько у нас брака. Отрезаем. Честно, никогда ничего не обклеивала. Особенно круглая пленкой. Ну, хорошо, что она тонкая. Должно быть из-за этого полегче. Плюсы ищем, да? В том, что она такая некачественная. Выгоняем воздух и продолжаем клеить. Ну что, ребят, все готово. Я думаю, что на какое-то время хватит. Ну, в плане того, что если часто пользоваться этим столиком, конечно, эта пленка нам быстро замыскается. Но мы его используем в качестве декора. Поставить тут что-то, какую-то свечку, пару каких-то искусственных цветочков и все. Что касаемо самого зала. Теперь он выглядит вот так. Это, конечно, еще не окончательный вариант, но зато это чистый вариант. Уборка здесь совершена, завершена и совершена в каждом углу. Просто от и до. И благодаря тому, что мы тянули эту ленту, посмотрите, как она шикарно выглядит. Вау! Я протерла полностью от и до. Телевизор сзади. Там было столько пыли. Хоть я его и протираю как бы постепенно все время. Но это сложно. А тут я все там прожила, протерла. В общем, идеальная чистота. Здесь тоже, возможно, будет меняться декор. Это я к чему? К тому, что я вам говорила, видео будет поделено на две части. Уборка и декор. То есть с уборкой мы в целом закончили. Тут даже небольшая перестановка произошла. Замечаете как бы? Ладно, покажу, вдруг не заметили. Смотрите, когда мы отодвинули диван, я поняла, что это смотрится ультра. Их стоп 10к круче, чем до. Поэтому мы его оставили в таком состоянии. Забабахали сюда вот такую тумбочку. И здесь будут спрятаны их корзины с игрушками. Потому что они всегда стояли здесь на видном месте. А им нужны корзины с игрушками. Потому что они сами приходят и выбирают игрушки, которые им нужны. И тумбочка отлично вписалась. И поставили вот такой вот ночник. И в нем установлена лампочка Алиса. Алиса, включи зеленый цвет. А, все вместе будет. Оп. Алиса включила. О, включила. Смотрите, тут зеленый. И тут зеленый. Еще должен быть тут зеленый. Тут просто выключено, да. Классно. Очень круто. Диван без подушек. В идеально чистом состоянии. Также я протерла пыль на всех вот этих вот картинах. Но не забываем, что мы будем еще менять А постеры. Б, будем менять декор. То есть я здесь буду менять декор. Здесь что-то буду заменять. Не знаю, что я буду делать с вот этой вот стеллажом стойка. Но что-то здесь тоже будет происходить. А так что не переключаемся. Ах, да. А стол выглядит теперь вот так. Шанель и Прада сделали свое дело. Сюда еще бы свечку поставить. И вообще будет оки-доки. Итак, ребят. Сейчас движение следующее. Я хочу заменить все наволочки старые на новые. Вот принесла. Они уже все чистенькие. Я их после покупки постирала. Погладила. Надеюсь, и хватит. Еще вот такие есть. Помните, мы с вами все покупали. У этой наволочки одна махрушка вот эта отвалилась. Вот здесь вот. А они так странно пришиты. Ну, может быть, я потом пришлю. Но пока что я его внутрь спрятала. В общем, сейчас займемся ими. И потом я их расставлю не на диване, когда все сделаю, а вот здесь. Потом поймете, почему. Ну, логично, да, потому что у меня потом постеры менять вот это все, а потом их убирать. Поэтому я их просто переодену на наволочки и уберу. Итак, ребят, да, действительно шел уже третий день преображения зала. Сейчас мы с вами займемся, наконец-таки, постерами. Решила вам показать, как они у меня будут выглядеть. Первое. Мы будем заменять вот эти постеры. Ну, может быть, я их не первым буду заменять, но покажу сначала вам их. Первый. Ну, это, как говорится, ожидание. Второй. Следующий постер, но уже большого размера. Self Lab Club. Они будут вот здесь. Таких будет два. И, конечно же, постер с Аурой. Тоже в количестве двух штук заказала. Сюда и сюда. В общем, я их буду как-то там коллаборировать. Ну, как здесь. Видите, тоже постеры одинаковые, но при этом повторяющиеся. Ну, вы поняли. И там, где маленькие постеры, я хочу повесить вот такие вот. С Мэттисом. Надеюсь, они будут такие же яркие и в жизни. В общем, все постеры валяются у меня здесь. И, собственно говоря, вчера вечером просто допоздна делали окно. Ну, Денис и Бог видели мыл, заменял жалюзи. В это время я отпаривала шторы, отпаривала тюль. На самом деле, вот кажется, да, в голове, ну, просто повесить шторы, ничего такого сложного. По факту их нужно постирать, отгладить, отпарить. Потом все вот это вот, ну, сами понимаете, много времени это занимает. Окно просто наичистейшая красота, липота. Но благодаря тому, что шторы достаточно плотные, опять стало темно. И они очень плохо натягиваются вот так вот. Оп-оп-оп. Видите, до конца не доходит. Нужно будет достать те самые штучки, которые мы с вами купили в Леруа Мерлен, чтобы закрепить вот так вот. Потому что эти штучки где-то лежат в пакете, я их еще не нашла. И, как я и говорила, я хочу еще заменить декор, который у меня на полочках. Ну, там, конечно, останутся мои кнопки. Золотая и серебряная с основного канала. Со второго канала меня так и не прислали. Ни золотую, ни серебряную. Поаплодируем. Аплодисменты, спасибо. И вы сейчас будете видеть, как я буду снимать шорт. Именно поэтому я подушечки все не разложила. Я хотела дождаться сегодняшнего дня, уже при свете дня и снять красивый шорт. Как я заменяю постеры, как я меняю декор, как я красиво расставляю подушечки. Ну, вот это вот все. Вот этот вот уютный уют и эстетичная эстетика. Можете меня поздравить. Я нашла вот эту держалку для штор. Это уже половина победы. Далее притащила кучу хлама, которую планирую поставить на этих полочках. Ну, как хлам? Свечи. Еще не знаю, буду фиолетовые ставить и зеленые. Потом, походу, разберусь. Еще вот такие вот у меня есть новые подсвечники перламутровые. Симпатичные. Я их сейчас один прям жестко уронила. Я не знаю, что это за материал, но я думала, что это гипс. Но вроде ничего не сломалось, значит, это не гипс. Мне нравится, что у него такое холодное свечение жемчужин. А здесь, ну, просто нереальная свеча в форме руки. Я потом, когда ее раскопую, ну, когда уже все доделаю, вам обязательно покажу. Думаю, точно не забуду. Вот эту свечку бы еще куда-нибудь из Леруашки присобачить. Ну, не такой визотелят. Вернее, взгляда нету, но выражение лица какое-то вот злобное. Это ампион. Может, просто поставлю на столик. Посмотрим. Первым делом мне сейчас нужно будет снять весь хлам с полок. Несу же камеру настраивает. Ребята, просто не могу поделиться своими эмоциями, так сказать, секунды в секунду. Я сейчас доснимала это видео вертикальное. Этот, извините меня, шорт. Два часа. Параллельно этому я сделала вот это. Просто комната. Еще одна. Почти из Пинтера. Это просто что-то нереальное. Тут так теперь вайбово. Аура. Self-care love club. Вообще, такой балдеж. Просто хотела вам в моменте это сказать. Я никогда все доделаю. Смотрите на Бакса. Как он прибалдел. Наконец-то говорит. Тут такая атмосфера человая. Скажи. Короче говоря, я безумно счастлива, что тут все вот так вот получилось, как получилось. И да, я купила еще цветочки, потому что предыдущие цветочки, они в спальне. Я их уже сейчас десятый раз стираю, потому что вот эта вот морда все время на них спит и свою морду об них вытирает. В общем, новых у нас 4 цветочка. Раз, два, три и четыре. И, собственно говоря, вот они все на оболочке. Но я вам их показывала, так что не буду еще раз на них внимание акцентировать. Лучше акцентирую внимание на вот этом. Как же красиво вписались эти постеры. Боже мой. Красота. А потом я вам поближе покажу, что там на полке. А там такое. Знаете, есть ла-ла-ла-гел. Я видела в запрещенной соцсети тренд. Ла-ла-ла-гел. И хо-хо-ха-ха-ха-гел. Я вот что? Ла-ла-ла или ха-ха-ха? Пишем в комментариях. Я ее... Я ее... Кошмар. Ребят, сочи просто. Я Pinterest-гел. Алло. Показываю, что же здесь на полочке. Здесь такой крутой декор. И я так долго, на самом деле, это все пыталась как-то между собой совместить. Во-первых, я заказала на Яндекс.Маркете вот такие вот цветочки. Это Икея. Оригинал. Они стоили буквально, ну, рублей, наверное, по 200. Недорого. Добавила. Далее мишка, которого я сама раскрашивала. Цвечка, диффузор, целый комплект свечей. Сейчас покажу поближе. Вот такая красота получилась. Тут и Давид, и тельце мужской, и ракушки, ну, и просто свечки. Composition, в общем. Вот такой Давид. В него я хотела вставить, на самом деле, вот этот цветок. Но у него оказалось очень маленькое отверстие в голове, поэтому он стоит пустой. Еще один цветочек и вот свечки в подсвечнике. Они немножко тоненькие, эти свечи. Или подсвечник немножко широкий, ну, в общем, не болтаются. Они здесь для декора, я их поджигать не буду, так что не переживайте, они здесь вот просто стоят. И да, я пролила диффузор на себя, когда снимала видос. Он оранжевого цвета, сам по себе, и из-за того, что сама жидкость оранжевая, скоро и цветочки должны покраситься. Аромат, что-то связанное с кремом, очень такой нежный, идеально подходящий для этой комнаты. Потому что, знаете, такой сладенький, немножко съедобный. Тут кухня тем более рядом, так что заходит. Такой, знаете, еще немножко пудровый ароматик. Так, приятно пахнет. Ну, тут сами видите, какая красота. Подушки уже немножко помели, потому что мы сейчас на них полежали, но смотрится как надо. Ну, и, конечно, самое главное, всю атмосферу сдают эти постеры. Self Love Club почему-то были помяты, и вот на том постере это прямо очень хорошо заметно, что он такой немножко рельефный. Надеюсь, что он выпрямится. Кстати, на камере это не видно, потому что, видимо, все отзеркаливает. Но в жизни я вижу, что постер помятый под стеклом. Кстати, да, вот здесь стекло. И стекло, оказывается, еще сильнее отзеркаливает, нежели чем, когда бывает, знаете, на рамках такие, как бы, пленки толстые из пластика. Я думала, те сильно зеркалят. Нет, стекло еще сильнее дает блики. Очень нравится, как получилось. У нас тут аура баланса, три восьмерочки. Ну, сами все видите. Теперь мне нужно уже с вами непосредственно только здесь оформить вот эту зону. Потому что то, что у нас здесь сейчас происходит, ну, не слишком вдохновляюще, согласитесь. Во-первых, здесь нужно заменить постеры. Я это не стала делать на коротком видео, ну, потому что видна была только эта зона. Поэтому давайте поменяем постеры здесь. Итак, дорогие друзья, внимание. Ну, вот это я понимаю. Вот это качество. Красиво, красиво. Но фон, кстати, не белый, а такой немножко бежевый. Ну, ладно. Итак, начнем по порядку. Я с этим стендом закончила окончательно. Насобирала там какую-то композицию из всего подряд. Сейчас вам покажу. Ну, во-первых, наверху у нас Давид с кашпо в голове. И свечка. Красота. Далее. Тут вообще реально смесь всего. Ну, сами видите, различные свечи. Вот такие вот фигуры мужские, женские. Вот эта вот свечка мужская. Это просто ужас какой-то. Она вообще не стояла. Спасибо Денису. Он мне помог ее как-то там подровнять. И она теперь стоит. Из-за того, что она не стояла, она замарала весь черный поднос. Ну, не скажу, что это прям вау. Здесь у меня получилось композицию, да? Но сойдет. Тут. Сами видите, красота какая. И я решила повесить эту табличку open. Держится на честном слове. Скоро отклеится. И придется ее на гостики фигачить. Ну, что, прифигачим. Здесь, честно, у меня вдохновение уже пропало. Поэтому из того, что было, сделала такие вот небольшие композиционы. Ну, так. Не сильно все бросается в глаза. Просто есть и есть. Очень нравится вот эта вот пупырчатая подставка под свечку. Денису говорю, тут не хватает цветов. Ну, прямо говорю, подарит цветы. И что вы думаете, дарит ли мне цветы? Нет. Пустой стол. Цветов нет. Но свеча хоть стоит. Красиво. Подставка делает свое дело. Сморется круче, чем просто свечка на столе. Ну, а в этот угол я перекинула солевые лампы. Мне кажется, классно сочетается такой теплый оранжевый свет с розовым. И если все вместе взять и посмотреть сюда, то видно, что там тоже вот эти оттенки есть. И специально включила лампочку голубым. Тоже думаю, так как-то вот цветопередача лучше идет. Светосочетание. Ну, мне нравится. Как получилось еще классно, когда лампочку синим включаешь, тоже будет красиво. А сказать, что я устала. Это ничего не сказать, но все же. Результат, который находится позади меня, он того стоит. Так смотришь, и как будто новая зона для съемки. Вдохновляюще, скажите. Мне очень нравится. Так смотрю просто в камеру. Смотрю сюда. Смотрю в экран. И думаю, боже, это я сотворила вот эту красоту. Как же это долго было. Трэш. Ребята, просто шок. Смотрите, что мы еще натворили. Я сидела и смотрела. И думала, что-то не так. Что-то не хватает. Но что-то вот как-то недоделано. Что-то бы я еще добавила. И внимание. Та-дам! Ну, вы видите, да? Вы это видите? Там появились звезды. Прям над... Хотела к холодильникам. Хотела сказать. Ой. Там грязь. Не смотрим. Сюда смотрим. Все уже. Просто я радуюсь. Все уже, ребята. Там звезды. Боже мой. Как же теперь. Идеально. Прям то, что нужно. Теперь сюда что-нибудь пролепить. И вообще, чтобы все стены были завешаны. Идеальная фотозона, ребят. Ну, смотрится просто огненно. Мне очень нравится. Это та гирлянда, которую я вам показывала как-то на распаковке сезон. Вот. Идеально вписалась. А вот так еще лучше, скажите? Просто везде все подрубил. И такой. Ну, красота. Ну, лепота. Ну, балдеж. Все. Можно официально сказать, что еще одна комната превратилась в комнату из Пинтерест. Йоу. А что? Йоу. 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 Дай пять. На этом моменте просто хочется сказать, что вспомните, как же было до. Немножко уныло. Как-то заездено. Постеры выгоревшие. Ну, и немножко грязно. И что мы получаем после? Просто невероятно красивую картинку. Все такое яркое, сочное, неоновое. Воздушное немножко. И самое главное, летнее. Что хочется просто смотреть и вдохновляться. Для меня это тот самый Пинтерест. Скорее пишите в комментариях, как вам наша гостиная. Кстати, как вы называете то место, где телевизор и диван? Зал или гостиная? Ну, конечно, понимаю, что кто-то, может быть, называет его и как бы спальня. Ну, типа, это не шутка была. Мы когда-то жили. Был диван и глизер. И это у нас было все. И спальня. И рабочий кабинет. И зал. И столовая. И обеденная. И гардеробная. Все в одном месте. Поэтому, да, ребята. И такое было. Но я думаю, вы понимаете, что мне очень нравится здесь находиться. Не только мне. Мистер Фунтик тоже заценил данный Пинтерест. Да, ребята, тут так классно. Новые тифтые подушки. Не явные, не объевные. И я на них еду и леву. И мне такая фонетифтые. Но за хвою будут явные, потому что я на них поевал. Кстати говоря, да, забыла вас спросить. Нравится ли вам то, как на диване выстрелились подушки? Потому что сначала я вообще психовала и думала, что все не сочетается между собой. А потом подумала, что окей. Все very, very nice. Ну, наверное, на этом буду заканчивать. Ведь и так видео получилось очень большое. Тут и уборка, и преображение. Капец. Три дня мы с вами этим занимались. Так что надеюсь, что результат того стоит. Для меня так точно. С вас жду лайки. И пишите в комментариях, какая комната у нас следующая будет превращаться в комнату мечты из Пинтерест. Как вы думаете? У меня уже есть планы на кое-какие помещения в нашем доме. Всех люблю. Целую. Желаю вам прекрасного настроения. И чтобы ваше жилище было именно таким, каким хотите видеть его вы. А не кто-то там другой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok